МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Ноябрьск, 24. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях среды. Под крышей дома общественные организации инвалидов Таганай выделят помещение. Это решение уже согласовано городскими властями и одобрено депутатами Думы. Спасенные из огня в Ноябрьске пожарные эвакуировали мужчину из горящей квартиры на восьмом этаже. География полетов расширяется на летний период. Из аэропорта Ноябрьска открываются новые направления. Временно исполняющий обязанности губернатора округа вернулся из Москвы в Салихарт и уже провел несколько встреч. В частности, Дмитрий Артюхов пообщался с Иваном Квитко и депутатом Государственной Думы и главой исполкома Тюменского отделения партии «Единая Россия». В ответ на поздравления депутата в Рио губернатора подчеркнул, что высоко ценит работу действующей команды «Ямала». И важнейшая задача сейчас сохранить преемственность и не терять набранный высокий темп развития региона. В Ноябрьске пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на восьмом этаже. ЧП случилось в доме 123 на улице Магистральная. 58-летнего пострадавшего пожарные передали врачам скорой помощи, которые оказали ему экстренную помощь на месте и доставили в приемный покой ЦГБ. В приемное отделение мы его привезли с диагнозом острое ингаляционное отравление продуктами горения, термический ожог первой-второй степени правого бедра брюшной стенки, ну, небольшие ожоги, в общей сложности 3% наберется, и алкогольное опьянение. Но мы все знаем, что отравление продуктами горения это, естественно, очень серьезная вещь. По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться в кухне квартиры. Точную причину пожара установят дознаватели. Они работают на месте ЧП. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдался дым из окон восьмого этажа. Большие сложности создало то, что висели провода подогревов и то, что стояли припаркованные машины к дому. То есть автолестница не могла нормально встать и, собственно, выдвинуть лестницу, потому что мешали провода. На это затратилось дополнительное время. О других чрезвычайных ситуациях, которые случились за минувшие сутки в городе и регионе, смотрите после прогноза погоды в рубрике «Ноябрьск. Происшествия». География полетов расширяется на летний период. Из-за аэропорта Ноябрьска открываются новые направления. Так летом жители города смогут напрямую улететь в Самару и Бугульму. Рейсы будут выполняться с июня по октябрь каждое 18 число месяца. Уже начиная с 31 мая по четвергам и субботам по воздуху можно добраться из Ноябрьского Екатеринбург. Кроме того, запускаются прямые рейсы в Минск. Самолеты будут летать с 6 июня по 21 октября. Однако билетов на этот рейс в открытой продаже нет. Полеты на нем будут осуществлять вахтовые работники из Белоруссии. Напомню, этим летом ноябрьцы без пересадок смогут долететь до Симферополя, Перми, Москвы, Новосибирска, Тюмени, Салихарда, Казани, Уфы и Санкт-Петербурга. Общественные организации инвалидов в Таганай выделят помещение. Это решение уже согласовано городскими властями и одобрено депутатами Думы. Таганаю решено отдать в безвозмездное пользование на 5 лет 31 квадратный метр бывшего учебного центра на Мира-59. Сейчас идет оформление документов. Сами общественники помещения уже осмотрели. Там требуется косметический ремонт и адаптация для маломобильного населения. Но главное, там они смогут разместить специалистов, документы и работать в полную силу. Как рассказал председатель общества Сергей Богдановский, в новом помещении будет работать диспетчер социального такси, делопроизводитель, бухгалтер и юристы. Будут обозначены конкретные даты и время приема граждан по вопросам, чтобы в дальнейшем оказывать им юридическую помощь. Еще, если там место позволит, хранение технических средств реабилитации сделать, которые в дальнейшем будут в прокате использоваться. Более 30 участников, десятки проектов и 4 тематические секции в «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» прошла 18-я творческая конференция молодых специалистов. В своих работах они искали ответы на вопросы, как повысить эффективность проектов, увеличить нефтедобычу, модернизировать оборудование. Более половины предложенных идей затем находят свое воплощение в жизни. Оксана Зайчукова пообщалась с авторами проектов и знает, кто стал победителем в этом году. Для Дмитрия Козлова это уже вторая конференция. Первый проект был посвящен процессам нефтедобычи. В этом году предлагается создать систему регистрации эскалации проблем. По замыслу участников все проблемы будут регистрироваться и архивироваться на определенной платформе. Это позволит не упустить ни одной детали. Каждый день менеджеры, руководители сталкиваются с ежедневным выявлением проблем и дальнейшим их решением. Мы обязаны преждевременно их устранять. Если мы их выявляем, должны устранять корневые причины. Эта система будет прозрачной. Будут архивироваться различного рода проблемы. В общем, налажена система формирования культуры решения проблемы. Будем создавать формализованный бизнес-процесс решения проблемы. Участие в конференции приняли 33 молодых специалиста. Свои проекты они представили в четырех секциях. Геология, разработка месторождений, подготовка и транспортировка нефти и газа, технология добычи и поддержка бизнеса. Для участников такие мероприятия – это возможность заявить о себе. Для руководителей – разглядеть новые таланты. Особенно отрадно заметить, что в этом году принимают участие победители финального этапа конференции 2017 года. Это говорит о том, что молодые специалисты не останавливаются на достигнутом и постоянно совершенствуются и движутся вперед. В этом году мы планируем реализовать максимальное количество идей, представленных на конференции. В прошлом году в жизнь были воплощены около 70% предложенных идей. Сегодняшний проект Виктора Скачева уже замечен руководством и находится на стадии рассмотрения. Свою работу он посвятил повышению эффективности проектов нового бурения за счет внедрения современных технологических подходов и методов. Работа над проектом велась с осени. Уже есть предварительная оценка экономических параметров по проектам нового бурения, которые выполнены по той технологии и по тем подходам, которые мы предлагаем. Пока мы рассуждаем на качественном уровне о количестве проектов, которые выросли, мы знаем, что неэффективных проектов стало на 39% меньше. В итоге проект Виктора Скачева занял первое место. Кстати, в секции геология и разработка месторождения было два первых и два третьих места. Награждали участников в непринужденной обстановке. По замыслу она должна сплотить нефтяников. Победители и призеры получили дипломы и денежные призы. Но главное – высокую оценку экспертов. Мне и моим коллегам, которые молодое наше поколение, нам очень важно то, что будет в компании применяться новые технологии, будем уходить от каких-то старых. И тем самым с опытом предыдущих поколений и с нашим молодым энтузиазмом, скажем так, я думаю, что компания будет развиваться и развиваться. Авторы лучших работ будут представлять предприятие на научно-технической конференции блока разведки и добычи «Газпромнефти», которая пройдет в Санкт-Петербурге осенью. Оксана Зачукова, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. В православной гимназии Ноябрьска будут готовить медицинских братьев и сестер. Объявлен набор на первый год обучения. Постигать азы медицинской науки учащиеся будут на базе 10 и 11 класса. Всего планируется набрать 25 человек. Прием ведется на конкурсной основе. Комиссия будет смотреть на результаты итоговых экзаменов за 9 класс. Также поступающим нужно пройти собеседование с духовным наставником православной гимназии. Образовательная программа уже сформирована. Это обычные школьные предметы плюс религиозный компонент. Теорию медицинского отдела ученики будут изучать в колледже информационных технологий, а практику проходить в городской больнице. По итогу успешного обучения выпускники получат аттестат о среднем образовании, а в качестве дополнения еще и квалификацию младшей медицинской сестра по уходу за больными. Это не медицинская сестра, которая работает, допустим, в хирургическом отделении или в стоматологии. Нет. По сегодняшним градациям самая первая медицинская специальность – это младшая медицинская сестра по уходу за больными. Востребованность есть. Особенно уцепились за эту идею ребята, которые хотят поступать в будущий медицинский институт. Образование в православной гимназии бесплатное, а вот за курсы медицинской сестры придется заплатить. По примерным подсчетам, двугодичное обучение будет стоить 15 тысяч рублей. Напомню, что в самом колледже информационных технологий набора на сестринское дело в следующем году не будет. Его решили приостановить на время, чтобы не перенасыщать рынок труда. Экзамен под прицелом видеокамер. Сегодня российские школьники писали первые обязательные ЕГЭ по математике базового уровня. В ноябрьске его сдали 570 выпускников. Испытания проходили на базе 7, 9, 12 школы и образовательного учреждения в микрорайоне Вангапуровский. Расскажем, как изменилась процедура аттестации в этом году. 11-классники начали собираться возле школы еще за час до экзамена. Нужно успеть пройти все проверки. С собой ничего, кроме ручек и паспортов. В аудиторию можно попасть только через рамки металлоискателя. Поэтому пронести с собой телефон не получится. Выпускники нервничают. Все-таки сдают первый обязательный экзамен математику. Правда, уровень базовый. Обычно его выбирают будущие юристы и журналисты, которым для поступления в ВУЗ точные науки не нужны. Да и тестовая форма и строгие меры контроля им уже знакомы. После 9 класса сдавали ОГЭ. Всегда готов. Даже это наше первое жизненное испытание. Несмотря на это, жизнь закончена. Всегда есть другие варианты. Всегда. Долго готовились к математике? Ну, целых два года, по сути, после окончания 9 класса. Для себя геометрию опасаюсь. То есть с геометрией у меня больше всего проблемы. Я не мог уснуть сейчас на сегодня. Выпил чай и уснул. Ну, начал готовиться я с нового года. Ну, вот в последний месяц у нас проводились дополнительные занятия в школе. Нас как бы подготавливали прям конкретно. Ну, тестовая часть, думаю, проще, чем узнал. Потому что как бы в тестовой части перед тобой там все цифры, задачи, там проще сориентироваться. Куда поступать будете? В Краснодаре юридический факультет. В девятой школе ЕГЭ пишут почти 200 учеников из нескольких образовательных учреждений. На экзамен им дается три часа. Для детей с ограниченными возможностями здоровья на полтора часа больше. В этом году есть нововведения. Если раньше конверты с заданиями приходилось специально доставлять в каждый пункт проведения экзамена, а это тонны бумаги, то сейчас все материалы распечатывают прямо в аудиториях с диска или флешки в присутствии ученика. Так дешевле, да и утечка исключается. Правда, снимать этот процесс, как и сам экзамен, запрещено. Журналистов пускают только на инструктаж. В случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши экзаменационные материалы на своем рабочем месте, а также черновики и, соответственно, письменные принадлежности. Все шкафы в аудиториях опечатаны, а за каждым движением школьников через видеокамеры наблюдают члены экзаменационной комиссии. За порядком на едином государственном экзамене следят и общественные наблюдатели. Наблюдателем может стать любой гражданин России, которому уже исполнилось 18 лет, независимо от возраста и профессии. Правда, есть и исключения, не допускаются родители выпускников и их учителя. Впрочем, инциденты на ЕГЭ происходят редко, говорят специалисты. Выпускники понимают, риск слишком велик. Категорически запрещено использовать любые средства связи. Не только использовать, но вообще иметь их в наличии. Особенно это касается сотовых телефонов. Также это относится к смарт-часам. Письменные заметки, шпаргалки – это тоже недопустимо. Их наличие также является нарушением. Если будет зафиксирован факт наличия данных средств, значит работа у ребенка аннулируется и ребенок удаляется из пункта. А вот если школьник напишет на двойку, то пересдать экзамен можно будет в резервные сроки. Результаты ЕГЭ по базовой математике станут известны 14 июня. В течение двух рабочих дней 11-классники смогут подать апелляцию. Ну а экзамен по профильной математике ребята будут сдавать 1 июня. Там заданий будет больше, а сложность выше. Ольга Тишинина, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Первые группы детей прибыли к месту отдыха. Это школьники, которые проведут каникулы на юге Тюменской области в оздоровительных центрах Серебряный Бор и Ребячья Республика. Всего в первую смену за пределами города отдохнут 427 школьников. Сегодня утром отправился поезд на берег Черноморского побережья в поселок Ольгинка. На место назначения они прибудут 3-го числа. Кроме того, завтра отправятся в дорогу ребята, которые отдохнут в тюменском лагере Снежинка и в Болгарии. В ближайшее время поедут на каникулы школьники в Анапу и Курган. Эфир телеканала «Ноябрьск, 24» продолжит прогноз погоды и рубрика «Происшествия». Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok